Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами покатаемся на поезде. Маленький поезд, узкоколейка наша, Алуксинская, которая называется Банитис. А почему Банитис? Потому что это немножечко немецкое слово. Латвия очень тесные связи имеет с Германией, многие слова заимствовали оттуда. Это Бан, по-немецки, это поезд. А Банитис, это такое ласковое, уменьшительно ласкательное название слова Бан. Просто не поезд, а игрушечка. Фердинанд работает на дровах. План у меня наполеоновские. Проехать до первой остановки, там выйти и пешком вернуться в Алуксин. Главное прокатиться на таком чуде техники. Главное прокатиться на таком чуде техники. Поезд идет с такой скоростью, что кажется, можно выйти, пройти рядом, размять ноги и заскочить обратно. Главное прокатиться на таком чуде техники. Главное прокатиться на таком чуде техники. Главное прокатиться на таком чудо. Субтитры подогнал «Симон» Похоже, это моя остановка. Вот я и вышла. Субтитры подогнал «Симон» 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 По шпалам Мне сказали, что по шпалам идти можно, потому что кроме этого поезда ни одного больше не идет. Конечно, как всем известно, шпал это расположены хитрым образом, чтобы, как говорится, ни шаг ни два, а вот так вот как-то полтора, чтобы специально не ходить. Ну, что делать? Идти-то надо. Другой дороги тут нету. Никакой, никакой. Ну, и теперь я могу рассказать про этот поезд и про эту железную дорогу, потому что там было много народу, не хотелось ничего не рассказывать. Было это невозможно. Итак, Алукснинская узкоколейка – это памятник культуры и памятник истории. Эта узкоколейка единственная из действующих в Прибалтике. Ее длина всего лишь 33 километра между Алуксной и Гулбиной, вот куда сейчас отправился этот маленький поезд. Когда-то это была длина 210 километров и связывала приличный кусок Латвии по разным направлениям. И я знаю, что еще раньше-раньше, еще в царские времена даже она шла в Россию и была очень разветвлена. Но сейчас вся эта надобность отпала, технические условия тоже другие. Вот, например, этот поезд до Гулбины, эти несчастные 33 километра, идет 2 часа. Представляете, с какой скоростью он идет, когда на машине я доезжаю за 40 минут. Ширина колеи 75 сантиметров, меньше метра. Вагончики, в которых я ехала, сделаны где-то в 70-е годы. А поезд Фердинанд, это немецкий, он реставрирован, сам паровоз. Сейчас это, конечно же, только туристический объект. Потому что, ну, 2 часа ехать до Гулбины, когда это соседний городок, и можно за 40 минут доехать на машине, конечно, ради именно поездки вряд ли кто-то будет этим пользоваться. Ну, я пешком по шпалам, тут где-то километров 5. Сразу мне сказали, что подъездных путей тут нету, никто тут не живет. Глушь, тьма, болото. Вокруг. Мой этот поход, конечно, усугубляется тем, что у нас стоит страшная жара. У нас где-то, ну, градусов 29,5, где-то так, а может уже и все 30. Ну, ничего, дойдем. Посмотрим. Если будет что-то интересное, я вам буду показывать. А так, вот он, путь прямой-прямой. И вперед по шпалам. Я по шпалам, опять по шпалам. Песенка моей молодости. Вообще идти очень классно. Такая цешина. Рядом же ни дорог, ничего-ничего и никого. Цветы вокруг так пахнут. Вот, птицы поют. Вон какие колокольчики около дороги. А там уже та волга расцветает. Медом пахнет. Единственное, что от жары моя GoPro опять меня подкачала. На жаре она работать не хочет. Она запищала и сказала нет. Снимаю мобильником. Поэтому, конечно, качество не очень. Но ничего, пойдем помаленьку. Июньские травы самые-самые, в самом соку цветут. Наливаются. Скоро сенокоз. У нас после лига традиционно начинается сенокоз. Интересно, что означают эти цифры. Что-то такое железнодорожное. Расстояние это не может означать абсолютно. Номера, наверное, этих столбиков. А что означают столбики, я не знаю. Вот такой большой столбик. Ну, это явно не километры. Может быть, да, Гулбаны. Ну, странно. Тут 29, там 28. Кто у нас железнодорожник? Напишите, что это такое. Интересно все-таки. А я иду вперед. Вперед, вперед. Ребята, не знаю, насколько хватит моего мобильника. Тоже память порядком заполнена. Я на всякий случай с вами попрощаюсь. Ну, если моя техника не подкачает, то на входе в Алух с вами попрощаюсь еще раз. Но пока я говорю до свидания. Всего вам самого доброго. Лето прекрасное. Наслаждайтесь. Даже если нам нельзя ехать сейчас за границу. Вернее, можно, конечно. Но не очень-то хочется вот в этом году как-то ехать. У нас на родине тоже масса интересного, масса красивых мест на любой родине. И у вас тоже самое, я уверена. Так что до свидания. Всего вам самого доброго. И до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok